В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Сегодня в Москве президент России огласил ежегодное послание главы государства Федеральному собранию Российской Федерации. По окончании мероприятия губернатор Ненинского округа прокомментировал ряд тезисов, озвученных Владимиром Путиным. Психолога-психиатрическая экспертиза признала невменяемым обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка». Совершено также предварительное следствие по уголовному делу по обвинению охранника частного охранного предприятия «Святогор». Вопреки прогнозам, на начало прошлого года окружной бюджет выполнен с профицитом. По оперативным данным, по состоянию на 1 января 2020 года за 2019 год в окружную казну поступило 22 миллиарда 843 миллиона рублей. Более чем на 100 миллионов рублей больше годового плана. Об этом и другом расскажем в ближайшие 20 минут. Сегодня в Москве президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию Российской Федерации. На церемонию оглашения президентского послания были приглашены руководители исполнительной и представительной власти регионов. В их числе губернатор Ненинского округа Александр Цибульский и спикер окружного парламента Александр Лутовинов. Содержательную часть послания президент России начал с демографии, отметив, что мы вступили в сложный демографический период, поскольку семьи сейчас создает малочисленное поколение 90-х годов. По мнению президента, историческая обязанность государства обеспечить устойчивый демографический рост. В связи с этим Владимир Путин предложил работать по всем направлениям поддержки семьям и увеличению доходов населения. Так, с 1 января 2020 года будут предусмотрены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. В настоящее время, до 31 декабря 2021 года, в России действует программа материнского капитала. Федеральные выплаты при рождении второго и последующих детей в семье составляют 466 тысяч рублей. Мы продлим эту программу. АПЛОДИСМЕНТЫ И минимум до 31 декабря 2026 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года это 466 тысяч 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка. Глава государства также предложил обеспечить бесплатным питанием в школах детей с 1 по 4 классы. Речь в послании шла и об улучшении качества образования и здравоохранения. По окончании оглашения послания губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский прокомментировал ряд тезисов, озвученных главой государства. Действительно, сегодня были приняты решения, дискуссия, по которым даже внутри нашего региона велось долгое время. И надо сказать, что мы нашли ответы на многие вопросы, по которым до этого у нас были разногласия или не было окончательного решения. Это касается и бесплатного горячего питания в школах для детей начальных классов. Действительно, мы услышали серьёзные тезисы и поручения по поддержке демографической ситуации и рождению детей. Я считаю, что очень-очень знаковое решение по поддержке рождения первого ребёнка, потому что мы проводили анализ и видим, что у нас зачастую самая большая проблема для женщины – это именно решиться на рождение первого ребёнка. Сейчас мы понимаем, что при поддержке из федерального бюджета, при дополнительной поддержке из регионального бюджета, в тех субъектах, где есть для этого возможность, я думаю, что женщины будут подходить к этому вопросу более смело. Второе, вы действительно правильно упомянули вопрос по строительству жилья для медиков. Мы для себя внутри региона этот вопрос решили при принятии решения по строительству ФАПов. Мы уже тогда определились, что в обязательном порядке при каждом новом ФАПе будем встроить жильё для медиков. Либо встроены в этот же ФАП, либо рядом отдельный дом, и сейчас соответствующие поручения уже мной было даны, и они, собственно говоря, исполняются. Конечно, вопросы, связанные с внесением изменений в основной закон Российской Федерации, Конституции – это тоже очень знаковая такая веха, на самом деле, в развитии политической системы страны. Это, по сути, создание серьёзной системы сдерживания противовесов между ветвями власти, большего контроля над исполнительной законодательной властью. Мне кажется, что это действительно своевременно, сегодня общество и политическая система уже готовы к такого рода изменениям. И я думаю, что эти решения в ближайшее время надо будет превратить в жизнь. Опять же, по поручению президента, по его решению, эти все изменения должны быть согласованы непосредственно с людьми. Это такое, я бы сказал, действительно неожиданное решение, поскольку в действительности это те изменения, которые не носят фундаментального характера, о чём сказал президент, и не меняют суть Конституции. Но, тем не менее, то решение, которое он озвучил, говорит о том, что действительно общество должно быть вовлечено в принятие практически всех решений, которые так или иначе влияют в той или иной сфере на жизнь населения. Это будем выполнять, но мне кажется, что, по сути, это послание носило характер перечных поручений, которые уже фактически прямого действия, и с завтрашнего дня буквально должны быть начаты к исполнению. Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в связи с внесением целого ряда изменений в Конституцию РФ, что, в свою очередь, внесёт существенные изменения в целом в баланс власти. На встрече с главой государства премьер-министр заявил, что в этих условиях было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку. Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и попросил министров до принятия соответствующих решений выполнять обязанности в полном объёме. Ранее в послании Федеральному собранию российский лидер предложил поручить Государственной Думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьёзно изменит политическую систему, но и в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью. Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета Безопасности и предложить её Медведеву. Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду «Сказка» в октябре 2019 года, сообщила сегодня пресс-служба Управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненинскому округу. Завершено также предварительное следствие по уголовному делу по обвинению охранника частного охранного предприятия Ненинского округа в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших убийством мальчика в детском саду. Завершено также предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия «Святогор» в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Наринмара подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушении установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не учитывая цель визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажал тревожную кнопку. Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и полиции. Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания. В отношении него в институте имени Сербского была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством. И на момент совершения интерминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера. Охранник, который на момент указанных событий отработал в ЧОПе не более двух месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей. На период следствия в отношении охранника ЧОП избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Вопреки прогнозам, на начало прошлого года окружной бюджет выполнен с профицитом. Об этом в ходе оперативного совещания под руководством главы региона сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергей Михайлов. По оперативным данным по состоянию на 1 января 2020 года, за 2019 год в окружную казну поступило 22 млрд 843 млн рублей. При годовом плане 22 млрд 731 млн рублей. В том числе от Харягинского СРП 7 млрд, налог на имущество 6 млрд, налог на прибыль организации 3,6 млрд, безвозмездные поступления 3,8 млрд и НДФЛ 1,4 млрд рублей. Из расходов за 2019 год 22 млрд 680 млрд, при годовом плане 24 млрд 196 млрд, то есть исполнение составило порядка 94%. Предварительно закончили год с профицитом в 163 млрд рублей, при годовом плане дефицита 1,4 млрд. Государственный долг региона в прошлом году составил 1 млрд 600 млрд рублей. Итоговый отчет об исполнении окружного бюджета за 2019 год будет представлен на рассмотрении собраний депутатов Ненецкого округа в июне. По состоянию на 15 января на зимней автодороге Наринмар-Усинск движение было открыто для полноприводных внедорожников и полноприводного грузового транспорта. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-универсал», который содержит зимник, устраняет последствия непогоды. После ночной метели на зимнике образовались переметы, поэтому движение ограничено для легкового транспорта. Сейчас на автодороге идут работы по расчистке. К вечеру по прогнозам метеорологов снова ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщили в дежурной службе подрядчика. Напоминаем, перед выездом на зимник следует уточнять информацию о его состоянии в диспетчерской службе подрядной организации по телефону 8 911 067 72 33. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на зимнике можно обратиться по телефону доверия Главного управления МЧС 499 99 или на единый телефон экстренных служб 112 с мобильных телефонов. Общая протяженность зимника в этом сезоне составляет порядка 55 километров. На временной дороге организованы два КФРП, установлены информационные щиты, работает дорожно-ремонтный пункт, на котором имеется спутниковая связь. Оборудован пункт с местами для отдыха водителей на 16 койко-мест. Дежурит автомобиль. Зима в Ненецком округе выдалась аномально теплой и снежной, с частыми метелями, снегопадами и сильными ветрами, что создает дополнительные трудности по уборке территории города от снега. Коммунальным службам и управляющим компаниям приходится нелегко. Александра Литкова продолжит. Рабочий день Владислава Пластова начинается в 6 утра. Сейчас, в зимний период, дворнику сидеть без дела не приходится. Работа есть всегда. Мужчина следит за чистотой двух придомовых территорий. Ну, много не берешь, потому что если сильный горюмин, метель, там трудно с лопатой бегать. Тем более, утром убрал, а к вечеру уже с целым все, приходится приходить, там, двери откапывать. Все равно люди с работы идут. Все равно уберет. После своей основной работы, где Владислав трудится с 9 до 6 вечера, повторный обход территории и опять уборка снега, который в этом году валит, как из рога изобилия. Все зависит от домов. Во-первых, так, если два дома, пятиэтажных, ну, панелка, встаешь в 5 утра, начинаешь в 6 выходишь на работу, и чтобы к 8 уже люди шли, почищенное было все, убрано. Все тоже зависит от снега. Есть и метель, время много выходит на работу. Вечером приходится выходить еще. В управляющей компании «Успех» работает 15 дворников. Они обслуживают 28 домов. Для вывоза снега компания нанимает технику. Нельзя не учитывать, что мы живем в заполярном круге. И, конечно, приходится очень сильно стараться, потому что только убрал, может быть, через 20-30 минут снова выпасть новый свежий снежный покров. Поэтому стараемся. В убральном режиме иногда приходится работать. Например, допустим, эти новогодние праздники, когда тоже неожиданно напала непогода и метель. В связи с теплой и снежной зимой коммунальщики предупреждают водителей и жителей города быть предельно осторожными. Ведь кроме сугробов в этот период часто образуется гололед. В основном ничего, но по городу стало в последние годы очень скользко. Вот я сама сейчас хожу со сломанной рукой, у меня гипс сняли, но рука так и не заросла, кость не срослась. Я упала напротив улицитки. Там всегда очень скользко. Там, где магазин хороший, очень-очень скользко. Там все падают. В микрорайоне Старый аэропорт согласно муниципальному контракту дворы и улицы убирает от снега коммунальное предприятие «Чистый город». Его работой в целом владельцы домов частного сектора удовлетворены. В принципе устраивает. Единственное, только есть у нас пожелания такие, что когда они убирают полностью, очищают тротуар, вот эти валуны, которые подходят именно к заезду к дому, тоже бы, конечно, убирать. Потому что они проедут утром, и ты не можешь выйти ни с коляской, ни с санками, ничего вытащить ребенка не можешь. И приезжает муж, допустим, тоже уже заехать не можешь, пока не почистишь. Муниципальное предприятие «Чистый город» обслуживает более 150 тысяч квадратных метров междворовых территорий. В этом году слишком, очень много метелей, поэтому стараемся укладываться в график, но погода диктует свои условия. На содержание ежедневно выделяются Т-150 и фронтальные погрузчики, в том числе грейдер среднего класса. Весь собранный на дворовых и междворовых территориях города снег собирают в большие кучи, которые коммунальщики по возможности сразу вывозят. Если этого не сделать до весенней оттепели, город снова поплывет. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Первым ребенком, рожденным в Ненецком округе в 2020 году, стала девочка. Она появилась на свет 1 января в 20.40 в родильном отделении Ненецкой окружной больницы в Наринмаре. Кстати, по статистике, в прошлом году лидирующие позиции занимали мальчики. Их с 2018 года родилось чуть больше, чем девочек. Чаще всего новорожденные становятся первенцами или вторыми ребенками в семье. В Ненецком округе в 2019 году родился 551 ребенок. Сегодня девочка, первый малыш Нового года в Ненецком округе, вышла вместе со своими родителями, Еленой и Михаилом, на первую в своей жизни прогулку. Она стала вторым ребенком в семье. Девочку назвали Полиной. Кстати, имя ей придумала старшая сестра. Мы долго спорили, какое имя выбирать, но в итоге дочка решила, что назовем Полиной. Мама девочки Елена ожидала пополнения в начале года и очень надеялась, что малышка даст встретить праздник дома. Я всю беременность боялась, конечно, родить первого числа. Почему? Не знаю, хотелось отпраздновать Новый год. Ну, успели отпраздновать. Да, мы успели, но вот в 9 утра мы поехали в больницу. Полина появилась на свет 1 января в 20 часов 40 минут в родильном отделении Ненецкой окружной больницы в Наринмаре. Ну, она, во-первых, спокойная. Вот первый раз сегодня вышли гулять. А так все хорошо у нее. Я думаю, надеюсь, не будет болеть. В 2019 году в регионе оформлены свидетельства о рождении 551 ребенка. В их числе 517 детей, которые появились на свет в родильном отделении Ненецкой окружной больницы и двое в сельских населенных пунктах. Самыми популярными именами для новорожденных в 2019 году в России стали Артем и София. Это следует из данных Единого реестра записи актов гражданского состояния, которые представила Федеральная налоговая служба. Популярными именами для мальчиков также стали Александр, Иван и Михаил. Девочек чаще всего называли Викториями, Аннами, Алисами и Мариями. Самые редкие имена для детей в 2019 году среди мужских имен Порфирий, Властислав и Посейдон среди женских Милорадо, Феоклиста, Матрена и Дива. Что же касается статистики, в 2019 году в регионе снизилась смертность, но вместе с тем уменьшилось количество рождений. Еще с 2019 года наметилась положительная тенденция. Количество браков превышает количество разводов. Одного 2020 года ждать высоких показателей тоже не стоит. В народе он считается високосным. На самом деле по статистике органа ЗАГС это очень даже заметно. То есть количество браков в високосном году снижается, так же как и снижается количество браков, например, в мае месяце. Ну и, например, в октябре у нас возрастает количество рождений. То есть последствия нашей полярной ночи и рождественских каникул сказываются на рождаемости. Вопреки суевериям, високосный год – это год, в котором вместо 365 – 366 дней. Это исключительно человеческое изобретение было призвано обеспечить более точное исчисление астрономических дат. Мистики в данном явлении никакой. Скорее математика. Поэтому любите, женитесь, рожайте детей. Комплексный центр социального обслуживания населения Ненецкого округа открывает сезон работы мобильной социальной бригады. Первый выезд запланирован на 20 января в село Оксино. В рамках поездки жители поселений смогут получить квалифицированную конституционную помощь по вопросам здравоохранения, правовым и трудовым вопросам. В состав мобильной социальной бригады войдут руководители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, специалисты Госюрбюро, отделение социальной защиты населения и Центр занятости. Традиционно в поездке мобильной социальной бригады направляются специалисты отделения социальной помощи семье и детям, комплексного центра социального обслуживания для работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Кроме того, в поездку отправятся представители Центра медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы для проведения скрининговых осмотров населения с целью выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В январе 2020 года также запланированы выезды в Лабужское и Коткино. В течение года социальный десант посетит Щелино, Нельминнос, Ангик, Хангурей, Каменку, Макарова, Тельвиску, Красное. Это были все новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.